Добрый день, друзья! С вами Маракаси. В этом видео я хотел бы поговорить о 5 самых имбовых танков, на мой взгляд, на 10 уровне. Я расскажу вам, почему я считаю их имбовыми, почему они действительно сейчас стащат и почему стоит их прокачивать. Ну а прежде чем мы начнем, хочу порекомендовать сайт водки.ру. Данный сайт разыгрывает ежедневно 5000 золота. А также из кейса можно выиграть просто баснословные суммы в голде и премиум танки. И даже не один премиум танк можно выиграть. Все ссылки вместе с промокодом на скидку в описании. И Мэн13Воинов выигрывает голду свою заветную. Если ты тоже хочешь выиграть, ставь лайк, подписывайся на канал и в комментарии укажи ссылку на профиль ВКонтакте. Все чрезвычайно просто. Все условия главное выполнить, ничего не пропустить. Итак, ребята, пятое место. И тут у нас Ти-5 Хэви. Почему я лично считаю, что это очень и очень крутой такой танк? Почему, в общем, в нем имеются такие преимущества, которые позволяют ему сейчас довольно неплохо тащить? Ну, во-первых, для Ти-5 Хэви совершенно нету брони. То есть он не знает, что это такое. Конечно, в некоторые такие, ну, серьезно бронированные части сверхбронированных машин он, может быть, не всегда наносит очень большой урон. Порой там 300-400 может нанести. Но, тем не менее, наносит урон. То есть танкует ИС-7 башней и Хэвик стреляет и наносит урон. Да, он не пробивает броню, но урон-то он наносит 300-400 урона. Это делает его универсальным, потому что это такой тяжелый танк, который способен очень эффективно бороться с бронированными машинами, которых у нас в игре предостаточно. Ну, в кавычках, как бы бронированными. В общем, Хэвик способен своими фугасами разрывать. Также у него очень много прочности, 2900 практически как у Мауса, даже были, по-моему, времена, когда у него 3000 хп было. Ну, его понерфили вроде как. Но, в любом случае, Хэви обладает очень таким неплохим запасом прочности, неплохим бронированием, не идеальным. Конечно, у него много уязвимых зон, особенно для голдовых снарядов. Но, в целом, он может долго накидывать врагам. Четвертое место, и тут у нас ФВ-40-05. Эта машина, в общем-то, давным-давно себя зарекомендовала как лучшая бабаха в игре. Ну, довольно-таки неплохо. Она ваншотит, пробивает врагов, там, порой, там, где, казалось бы, ну, пробивать она не должна, она может пробить. То есть, кажется, что фугасный снаряд, он не залетит, он не нанесет урон. Но, смотрите, на бабаху она, в общем-то, всегда найдет способ продамажить противника как нужно. Конечно, не всегда везет на ней, не всегда снаряды летят куда нужно, не всегда ты пробиваешь. Но, в целом, я вот посмотрел десятки сейчас боев, где ФВ-ха в топе по урону. Ну, то есть, по 11, 12, 13 даже тысяч урона она наносит. Безусловно, это везение, но все равно это многое, значит, если бы таких реплеев было 5, ну, может быть, 6, 7, но нет, таких реплеев полно. Весь вот реплей с ими завален. И если вы, в общем, захотите какой-то бой посмотреть на бабахи, где сделано много ваншотов, то вы без проблем сможете его сейчас в данный момент найти. Как на ютубе, так и на вот реплейсе. В общем, с этим проблем совершенно нету. Бабаха ФВ-40.05 действительно дает жару. Порой даже не особо искушенный там игрок, который не знает там каких-то сверхтактик. Ему просто везет, как в казино, я не знаю. То есть, он стреляет, пробивает и наносит баснословные суммы по урону. И совершенно, в общем-то, ну, не парится. То есть, повезло. Ну, в следующем бою, да, там тебя следили за секунду, но в этом-то ты показал класс. Так что бабаха очень даже такая сейчас опасная, имбовая, на мой взгляд. Лично я ее, как только будет возможность, конечно же, ну, я ее прокачал уже. В основном играю на пресс-аккаунте. И действительно кайфую, ваншотчу там. Ну, не редкость это, в общем-то. Также еще стоит отметить, что бабаха, хоть она и сложно прокачивается, но по итогу вас будет ждать тот агрегат, который будет доставлять вам реально удовольствие. То есть, нету ничего такого в игре другого, что доставляло такое же удовольствие, как на бабахе. Таких ощущений вы не испытаете в игре. Потому что, ну, если брать низковую уровню фугасную технику, она, да, тоже ваншотит, но там не такие огромные цифры. Тут прям действительно кайфуешь, когда пробиваешь противника там на 1700 урона или 1800 даже бывает. Вот сейчас вот, например, тип 4-хэви, ну, казалось бы, бронированный танк, но фигакс и легко удается его сбрить. Далее у нас третья позиция, и тут у нас Супер Конквер. Чем хорош этот танк? Ну, у него есть безусловный плюс. Это, конечно, его орудие и башня, и увы. Танк способен очень хорошо, быстро, точечно наносить урон по противнику, там, гуслыть врага постоянно, постоянно его обстреливать. В общем, танк ДПМный, танк с хорошей стабилизацией, пробитием, и также, ко всему прочему, с неплохим бронированием, особенно в башне. Башня кажется уязвимая у Супер Коня, но на самом деле это не совсем так. Да, там есть уязвимая зона, удычок, но в целом, конечно же, ну, этот танк очень неплохо танкует, и довольно рандомная башня, и это непонятно, порой, казалось бы, должно там пройти пробитие в этот удычок, но не проходит. Также, конечно, танк уязвим в НЛД, но при всем этом у него хорошие УВН, он всегда может практически себе найти какую-то позицию на карте, где может танковать. Также танк оснащен большим количеством экранов, которые часто поглощают фугасные снаряды, или просто обычные снаряды, не способны пробить сквозь эти экраны. Особенно хорошо экраны действуют против кумулятивных снарядов, зачастую, в общем-то, там всякие голдострелы будут вас не пробивать в эти экраны. Также хорошо танк танкует от борта, у него неплохое количество прочности, 2-400, да, это такая филигранная машина, то есть на ней нужно играть очень скиллово, очень аккуратно, от брони, от сильных сторон, ни в коем случае там не подставлять НЛД, борта, лечок тот же. Всегда нужно искать возможность как-то развести противника, там поставить его на гуслю, а самому при этом быть в укрытии. Далее у нас один из самых моих любимых танков в игре, WZ-111-5A. Уже, на мой взгляд, долгое время этот танк является имбовым, и ко всему прочему, обратите внимание, разговоров о его нерфе практически не было. Я считаю, что это просто офигенно, потому что если ты качаешь танк, и там чувствуешь, что, блин, возможно, его по нерфе, то это, конечно, фигово, потому что если действительно по нерфе, то, считай, часть твоих вот этих вот время вложений, денежных, возможно, вложений, будет потрачено впустую. На WZ-шке же пока что можно кататься спокойно, я, конечно, не знаю, что там будет в будущем, но, по крайней мере, разработчики не говорят о нерфе этого танка. Что в нем есть хорошего? 490 альфы, это очень даже много, огромное пробитие на кумулятивных снарядах, 340, ну, неплохое пробитие на бронебойных, также очень, ну, неплохая такая, в общем-то, возможность всегда, ну, раздавать плюхи не только вот из угла там, долго перезаряжаясь. Этот танк, он все-таки довольно ДПМный, как для тяжа, как для такой альфы, то есть он способен еще ко всему прочему и за счет ДПМа разматывать противника. Это очень хорошая особенность, то есть у большинства танков у них все-таки с такой альфой КД-шка довольно долгая. Но за счет этого приходится расплачиваться броней. Она, конечно, тут имеется, у танка в целом очень крепкая башня, хоть и имеются уязвимые лечки. Но вот корпус и запас прочности оставляют желать лучшего. Часто эта машина критуется, если вы будете подставляться. И в топе у нас Объект 432. Вы наверняка слыхали о том, что этот танк, возможно, понерфит. Так ли это? Сейчас на 100% и не скажешь. Как выражаются разработчики, может быть да, может быть и нет. Кто знает. Но в любом случае, немножечко напряглись те, кто качает этот танк, или уже прокачали. Но на данный момент имеем то, что имеем. Все-таки этот танк весьма хорош. Он способен довольно быстро передвигаться по карте. Да, это не самая быстрая СТ-шка. Но все же скорость весьма такая внушительная. Также, ко всему прочему, у машины имеется очень даже крепкое бронирование. Ну, не во всех зонах. И НЛД, например, просто огромный, дырявый. Все его пробивают. Но если его спрятать, танк очень неплохо танкует от башни. У него в целом довольно крепкий ВЛД и крепкие борта. Также у него хорошая Альфа 440. Довольно-таки хорошее пробитие на кумулятивных снарядах. Бронебойные тоже не отстают прямо сильно. И фугасы, если танк картонный, тоже офигенно пробивает. То есть такая универсальная машина. Да, она не сказать, что прямо сильна во всем прямо настолько, что жесть просто. И кажется, что, ну, имбивее танка нету. Есть уязвимые зоны у этого танка. Не нужно его идеализировать. Считать его просто во всем прямо превосходным. Но если играть на нем правильно, скиллово, то эта машина действительно способна, ну, выдавать офигенные бои порой и демонстрировать, ну, очень большие цифры по урону. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк. И желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok